Лариса у нас переодевается, готовится к видеосъемкам. Это закадровые видео. Киноляпные. Женя забрал вот такой вот фильтр. Помните, показывала в одном из влогов, какая у нас система очистки, поэтому решили взять вот такой вот гейзер с обратным осмосом, да, по-моему? Да, Женя? Фильтр. Ну, потом распаковочку сделаем, покажем, что и Женя подробнее расскажет. А что ты жилетки не одела? Так ты знаешь, как мы быстро собирались? Тебя сейчас менты расштрафуют, одевай жилетку быстрее. Знаешь, как мы с Саней собирались, у меня даже голова-то, наверное, такая вся лохмата. Смотря на как с палец соскочили, время 6 часов, пришло нам освещение. На машине, леви. Иди ко мне, иди сюда. Пойдем вместе, помните. Опа, давай. Вот так вот, Марьяша, давай вместе. Тебе же посылка пришла, и вот мы с Санютой понеслись. Время было без 15.06. Здесь Женя нам затащил с утра освещение. Давай вот так вот ложись. Смотрите, это тебе. В общем, поставила я себе приложение на телефон от Алиэкспресс. И там надо каждый день монетки. Заходишь, и тебе дают монетки. Первый день одна монетка, потом там три монетки, пять монеток, шестнадцать монеток максимально. Вот здесь я сейчас каждый день захожу, и дают шестнадцать монеток. И эти монетки, я извиняюсь за голос, у меня болит горло жутко. По ходу дела мы на грани того, что у нас вся семья скоро заболеет. Тяжело говорить. И вот эти вот монетки собираешь, и можно их обменивать на купоны продавца, купоны Алиэкспресс, спецкупоны. Потом что еще? То есть монетки, и добавляешь там 50 копеек, 50 рублей. То есть в два раза дешевле за счет этих монеток приобретать какие-то товары можно. Вот. И там каждый день заходишь, выполняешь задание. То есть, допустим, поставить лайк, за это дают монеты, подписаться на какого-нибудь пользователя. Ну, то есть я тут же подписываюсь, тут же отписываюсь. Но мне монетки все равно дают. Так что вот. И сейчас покажу, что вот этот зонячик мне обошелся 50 рублей в магазине. Дешевле 100 с чем-то. Я такие не видела. Поэтому я считаю, что это выгодно. То есть у меня было 50 монет. Я обменяла. И 50 рублей вот заплатила. 53, по-моему, рубля. Смотрите, вот такой мешочек. Хорошо упаковано. Так. И открываем. Смотри, какой я выбрала. Серенький. У меня что-то в последнее время вообще на серый цвет. Прямо. Вон поближе с ними. То есть он такой, как бандана. Здесь кнопочки. Две кнопочки. И с этой стороны махровенький такой вот он. махровый, как полотенечко. А здесь вот я люблю мамми. Вот такой вот тебе. Но надо постирать его сначала. Ну, прошито ничего вроде бы. Ты его китайцы осминяли. Нитки никакие не торчат. Вот так вот. Давай примерять. Давай мирить. Мирить, давай. Чё вы бусы китайцев нам постирать? Не хочет она мирить. Не хочет. Ещё с Женей, вот нам, с Женина мама нам приобрела вот такие вот жилетки. Сейчас с 18 марта 2018 года. Новые правила. Не новые правила, а пункт новых правил. Как сказать так правило? ПДД. В общем, пункт правил ПДД, что водитель обязан с собой иметь вот такую вот жилетку светоотражающую. Но я читала, что жилетка должна соответствовать ГОСТ. То есть, это должно быть вот полоса не менее 5 сантиметров. Вот здесь вот от края до середины не менее 5 сантиметров. И вот здесь вот, если по ГОСТу, то должна вот сюда вот ещё идти. Через спину тоже полоса светоотражающая. Но ГОСТ... Кошмар, я не могу, мне так сложно говорить. ГОСТ почитала. И что, как бы, вот такие вот две полосы допускаются в порядке исключения. Так что ничего страшного. Вот уже не мама купила 52-54. То есть, тут должен стоять ещё производитель, кто его произвёл. Потом этот размер, материал светоотражающий. То есть, по идее, вот этого тоже, наверное, неправильно. Потому что там должен быть ещё написано, какая светопропускная вот этого способность, вот этой ерунды. Но я думаю, что к этому не особо будут прикапываться. Вот такой вот она вам сделала подарок. Говорит, одну Жене на 23 февраля, а другую тебе на 8 марта. Так что вот, мы теперь водители правильные. У нас есть всё, и знаки, и аптечки. Что там надо было ещё-то возить? Теперь можем дворниками работать. Подожди, а что надо было ещё возить? Не знаю. Душитель, аптечка? А нет, знак шипы. Вот надо было тоже наклеить, то, чтобы выходили ноги эти. Всё, она, наверное, кушать хочет. Мы гулять ходили, прогулялись и пришли. Варим, короче. Женя у меня сегодня работает поваром. Варит вот такие вот нам на ужин металлические детали. Я врачом работаю, дезинфицирую, сейчас операцию будем делать. Вообще, на самом деле, это детали какие-то, он кипятит для того, чтобы убрать накипь. С них у нас сломалось. У нас сломалось. Котла у нас сломалось. Котёлы, которые нагревают воду для мытья посуды и так далее. И вот Женя пытается ремонтировать. Но это мы уже покажем. Кипячу и теплообменник. Да, но это покажет он уже у себя там на канале. Ксюшка занимается по макитсу, по ментальной арифметике. Вот там вот видите, шарик, да, Ксюш? Что шарик обозначает? Подожди? Да. Но чем больше... Скорость, да, получается, показа этих примеров. А где килограммы вот эта гиря, это количество, да, примеров, которые нужно решить. И мальчик, когда показывает счёты, если он показывает счёты, то надо считать на счётах. А если показывают облачко и такое вот в уме счёт, то надо считать в уме. И ещё там он есть. Видите, вопрос, да, а знаешь ли ты, почему у Фейсбук синий логотип? То есть вот когда она решит, там пройдёт 4 локации, да, по-моему, Ксюш, объясняю, или как? 4 комнаты, да? Тогда у нас, Марьянка, помогает. Нет, там 8 заданий надо пройти, а если пришёл 4 комнаты, то там ещё мультик будет. В общем, да, ей даётся ответ на вопрос. Вот Ксюшенька сейчас считает. Ну, давай показывай, с какой-то скоростью считаешь. Что это вообще такое? Нет, на счётах или в уме? Ну, так видишь, он же показывает счёты, значит, на счётах считаем, да? Одну секунду. Вот видите, всё, решила правильно. То есть точно такая же методика, как Ксюша ещё считает в уме. Ещё на последнем уроке, что, а, нет, вы, получается, пятёрку, да, прошли? То есть до 9 цифры, да, сложения до 9. А чё ты такие лёгкие решаешь, примеры? А так сделали уже всё, я не могу поменять. Не можешь уменьшить? Это так установили программу. Ну, видимо, так сделали. Просто там постоянно третий раунд, он там лёгкий идёт. Ну, как бы, как последний. Первый раунд тоже не очень сложный, а вот второй там сложный раунд идёт. В уме, да, который считать? Да. Тоже его посчитала? Да. Молодец. Молодец. Это ты без счёта считала сейчас? Уже четыре. Без счётика уже? Молодец. На какой скорости это ты считала? 0,9 секунды. 0,9 секунды. Ксюша помогает маме по хозяйству мыть посуду. Все сейчас будут уже укладываться у нас спать, да? Вот, я сейчас пойду заниматься Марьяной, укладывать её. Мама у нас будет доделывать котлетки. Всё, всем пока, скажи, Ксюша. Пока. А мне пока. И Аня скажи, всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok